добрый вечер любое другое время суток по вашему выбору захотелось немножко мне сегодня кино культового и решил я вспомнить замечательный фильм уолтро хило 1979 года фильм warriors войны вот это фильм один из трех так называемый сказочной трилогии вот но мы ее все посмотрим естественно но сегодня только про воинов воины фильм естественно для тинейджеров подростков про тинейджеров подростков ну я думаю знают все синопсис банда с кони айленда значит в составе 9 человек едет на общий сбор так сказать бронгс ну вот там ее подставляют после чего весь город все нью-йоркские молодежные банды начинают за ними охотиться и ребята там как-то то на метро то на своих двоих какими-то закоулками туннелями еще чем-то сквозь вражеские ряды пробиваются к себе на кони айленд вот но чтобы оценить так сказать героизм этого всего в действую надо на карту нью-йорка глянуть да вот у нас бронгс вот соответственно они через стадион янки судя по всему там где-то они дерутся с бомб с бандой би би из был фьюри да то есть выходит на манхэттен здесь на юнион сквер они как бы встречая встречаются в последний раз и уже отсюда вот так вот через бруклин все вниз 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 и вот он кони айленд а вот что интересно да вот тут у нас рядом брейтон бич и соответственно может быть главный герой вот этот вот который как бы здесь родился на кони айленде и вырос может он русский вообще ну похоже судя по всему ну по квадратной челюсти известные упертости такой невозмуте невозмутимости такую так очень любят русских показывать на самом деле в американском кино вот ну как вы понимаете естественно это сказочка вот но такая красивая красивая сказка и причем эта сказка совершенно умышленная нам прям вот буквально в первых кадрах режиссер уолтер хил пересказывает историю анабасиса до ксенофонта про то как греческая когорта в 10 тысяч человек из центра персии там пробивалась к морю да ну вот здесь вот примерно все то же самое но идет прямое сравнение и потом по всему фильму тут встречаются отсылочки именно на греческую мифологию но начиная с имен тут клеон аякс там еще что-то а вот и заканчивая ситуациями когда эти тинейджеры до встречают там каких-то замечательных совершенно сирен вот который их разводят как чай в стакане абсолютно не толерантный фильм вот в этой вот сцене с девочками сиренами это караул я не знаю сейчас можно у нас в кино показывать как девочки по башке стулом нет нельзя вот а тут такое есть очень здорово все вот это вот атмосфера ночного города эти банды шикарная музыка движуха вот эти вот чисто подростковые вот эти вот понты потому что эти ребята они ходят такие все все постоянно надутые как павлины вот все крутые к как горы просто постоянно все со всеми задираются и так далее тому подобное ну я думаю ребят кто был молодой да кто еще помнит как он был молодой в принципе я думаю знает как это происходит да то есть когда круче нас никого да все остальные лохи а только мы здесь офигенные вот что касается вот еще хочется сказать показы этих банд но волтер хилл он конечно себе соломку подстелил вот он представил это как некую фантазию да то есть не фантастику а фантазию но на самом деле в этом благословенном богом городе нью-йорке там же все примерно так и выглядит по крайней мере все так выглядело дару руди джулиани то есть да там середины конца 70-х годов когда там началась зачисточка вот и более-менее почистили как бы до город в смысле нем смысле побороли все банды и все их рассажали там да нет их просто убрали из таких мест там типа манхэттена стало чуть чуть поприличнее нам в метро говорят можно иногда зайти не боясь тут же получить по башке там от кого-нибудь да вот но по большому счету ничего не изменилось вот если вы погуглите например эту самую как карту банд нью-йорка которую недавно ну несколько лет назад выложила газета daily news по данным неё нью-йоркского полицейского департамента вот то там весь город будет в красненьком буквально утыкан может быть вот тут вот на манхэттене в бруклине немножко поменьше вот ась на север дальше в бронксе там и так далее там все хорошо с этим делом и это как бы до эпидемии до эпидемические времена до до пандемии сети до блм до вот этого всего чё то чё там сейчас творится вообще невозможно как бы себе представить в этом смысле ну и конечно надо отметить что имеет место некая романтизация до образов ну собственно фильм он построен практически на этой романтизации образов вот все эти пацаны они такие крутые такие красивые дерутся только между собой ну за редкими исключениями когда например ломают ноги полицейским как сделал здесь главный герой с персонажем известного индейца из хищника сони лэдэма до которому он сломал ноги безвольной битой вот а так это все очень хорошие такие правильные ребята но слава богу к счастью у нас есть альтернативная точка зрения на вопрос вот этой вот молодежной преступности вот этих банд дело в том что к этому грешному юнион сквер примыкает район гринвич вилледж да вот он замечательный до роскошные жилые дома все дела если мы вспомним такой хороший фильм как жажда смерти с чарльзом бронсоном часть 1 естественно самая лучшая то именно в районе гринвич вилледж жил герой чарльза бронсона у которого вот именно вот такие ребята да практически с теми же прическами также одеты вот и также себя ведущие по жизни значит убили жену и изнасиловали дочь прям посреди белого дня в роскошном жилом районе да вот так что романтика романтикой но как бы на самом деле все выглядело немножко не так ну по персоналиям пройдемся волтер хилл мы будем заниматься предметно да то есть вот перекресток улицы в огне обязательно будем смотреть ну и все остальное это человек известный да какой известный знаменитый он еще вот писал сценарии там к чужому к чужим там еще куча всего вот то есть волтера хилл мы будем смотреть многое с удовольствием вот шикарная музыка бэри де ворзена которую мы сейчас слушаем оператор эндро ласло тоже достаточно известный персонаж вот продюсера лоренс гордон крепкий орешек хищник там все дела тоже человек очень такой знаменитый но тут они все начинали это такие первые пробы пера ну и лотер хилл собрал молодых актеров вот которых тогда никто не знал ну из которых по большому счету никто не взлетел но конечно несколько знакомых лиц мы тут увидим это естественно замечательный джеймс римар очень я люблю джеймса римара шикарный актер тут он молодой красивый аякс вот он тут один из лучших бойцов в банде единственное что он дурак это бывает вот а джеймс римар вот мы его потом видели в клубе хлопок у попала да где он играл дача шульц это по моему лучший дать шульц вообще в кино вот но у него тоже так особо не взлетела звездой не стал но много где его можно увидеть в хороших крепких ролях вот второй человек которую мы точно помним это дэвид патрик келли который тут играет главного злодея вот вот так вот он здесь выглядит ну естественно если у вас есть навык как бы выделять лицо из маскировки вы давно узнали сали из команды которого арнольд шварценеггер отпустил помним скорбим салем вот ну еще можно поставить галочку на актрисе по имени дэбра ван валькенберг это любимая ну одна из любимых актрис уолтера хилла она у него очень часто появлялась но в частности она вот в следующем уже фильме как бы улицы в огне до следующем фильме этой сказочной трилогии тоже играл еще где-то вот хотя тоже по большому счету в звезды не вышло здесь она играет церцею ну зовут ее по-другому но она как бы исполняет роль церцея которая пытается как бы это самое главного героя сбить с пути всячески постоянно к нему липнет вешается на шею там и так далее и устраивает банде неприятности как будто у них своих проблем по дороге мало выглядит как просто драная кошка всю дорогу такая церцея драная вот но тоже очень хорошая такая живая роль ну и действительно ребята все очень аутентичные похожи именно на тинейджеров на подростков там очень хорошо срежиссированные вот эти вот все их понты распальцовки вот это вот все очень хорошо показаны и отношения внутри рабочего коллектива до внутри банда как они там между собой еще запаются помимо всего прочего да то есть кто круче вот распределение ролей на бойцов там мозгов и так далее это мы потом отличный джеймс ремар вот он здесь просто прекрасен даже жалко что его персонаж не продержался весь фильм ну я могу сказать если кто-то вдруг еще этого кино не видел ребят посмотрите это это шикарная такая шикарное воспоминание о бесправной юности а если вы еще не дай бог в молодости состояли в бандах били кому-то лица на улицах из соседнего района да то это вообще прям воспоминание из детства отличное кино вот лотер хилл был молодец всегда под конец он начал снимать какой-то лютый кошмар про который я даже раз рассказывать не хочу а вот 79 году он был прекрасен вот приятного просмотра всем добра